В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня тема нашего эфира – репродуктивное здоровье. В гостях у нас Надежда Долгополова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Приморского края и заведующая консультацией перинатального центра Александра Шалагина. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте! Надежда Николаевна, начнем с вас. Первый вопрос – что такое репродуктивное здоровье? Репродуктивность – что это? Репродуктивное здоровье – это такое состояние, когда гармонично и психологические аспекты и состояние здоровья со стороны внутренних органов, это и общее настроение, это в целом состояние всего организма. Репродуктивное здоровье – это и выполнение тех функций, которые необходимо выполнить супружеской паре. В определенном возрасте, мы говорим, репродуктивный возраст с 18 до 45 лет. И в целом супружеская пара должна быть здоровой на протяжении всей жизни, вести здоровый образ жизни, непосредственно поддерживать здоровый образ жизни, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию. Тогда мы будем говорить о репродуктивном здоровье, которое отвечает нашим требованиям сегодня. Так интересно, я почему-то всегда как-то про репродуктивное здоровье, когда думала, всегда думаешь про женщину, про мужчину как-то немножко забываешь. Но все-таки нет, это тоже кружеская пара. Обязательно, да. Мы говорим, если еще пока девушка, женщина молодая не вступила в брак, а молодой человек, мужчина не вступил в брак, это не значит, что не надо следить за своим здоровьем. Это обязательно надо заниматься спортом. Мы говорим про здоровый образ жизни. Обязательно, как я уже повторила и говорю о том, что посещать андролога, уролога или гинеколога. Это в обязательном порядке. А тогда, когда уже супружеская пара вступает в брак, соответственно, далее, если планируется беременность, то необходима прегравидарная подготовка. Это в обязательном порядке. И пройти необходимых специалистов. Далее Александра Александровна про это вам обязательно все расскажет. У меня очень интересный доклад. Александра Александровна, ну как начать свой уход за репродуктивным здоровьем? С чего начать? Ну я бы хотела Надежду Николаевну дополнить по вообще репродуктивному здоровью. Это все, конечно, очень важно. И обязательно соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и так далее. И мы не должны ограничиваться возрастом от 18 до 45 лет. Конечно же, о репродуктивном здоровье и вообще репродукции нужно задумываться практически с самого рождения. То есть об этом должны думать родители мальчиков и девочек. А потом, когда дети вступают уже во взрослую, так сказать, лечебную сеть переходит после 18 лет, это, конечно же, вступают специалисты взрослой лечебной сети. И возвращаясь вот к вопросу о том, что куда может обратиться мама того же ребенка, мальчика или девочки, ну поскольку мы гинекологи, наверное, больше о девочках и женщинах будем говорить, то обязательно нужно ребенка показывать в определенные декретированные так называемые сроки. В детскую поликлинику, где есть либо детский гинеколог, либо специалист по репродуктивному сейчас здоровью, либо консультант по репродуктивному здоровью. Возраст девочек, начиная с 3 лет. Начиная с 3 лет? Начиная с 3 лет. Если до, после рождения не были определены какие-то определенные особенности у мальчика или у девочки, когда нужно будет чаще посещать специалиста по, ну либо акушерогинеколога, либо уролога-андролога. А так профилактический прием начинается с 3 лет. Это обязательно, это прописано во всех наших приказах Министерства здравоохранения. Для того, чтобы мы вовремя определили категорию здоровья ребенка и профилактировали в дальнейшем заболевания половой сферы в том числе. И как часто девочку надо показывать гинекологу? Потом следующий поход к гинекологу это в 6 лет, в 7 лет перед школой, в 13, когда в среднем у девочек становление происходит репродуктивная функция, менструальная функция. И в 16-17 лет. Ну а дальше уже... Да, дальше, ну и вообще эти сроки, они регламентированы профилактическими осмотрами. Но если нужно, если есть какие-то проблемы, обязательно показывать сразу, немедленно специалисту, что мальчика, что девочку, дабы не затягивать какие-то процессы в хронический, ну уже в хронический процесс. Где у нас девочки-подростки могут получить, ну и вообще девочки могут получить вот такую акушерскую гинекологическую помощь? Ну, конечно же, это специализированный центр медицинской, центр специализированных видов медицинской помощи. Его все знают как Центр охраны материнства и детства на Убаревича. Это поликлиники города, где есть кабинеты акушера-гинеколога. Что касается обращения в женскую консультацию, то если это край, например, там дефицит есть детских гинекологов, мама девочки может обратиться к любому акушеру-гинекологу. Анатомию женской репродуктивной системы знает, в принципе, естественно, каждый гинеколог. И на первом этапе определить заболевание может любой гинеколог. А дальше уже начинается, ну, так сказать, поиск, когда можно будет отправить в краевые учреждения, где сидят более квалифицированные специалисты, и можно оказать более высокую квалифицированную помощь. Поэтому ребенок не останется без внимания, если вовремя обратиться к специалисту, к профильному специалисту. Сейчас в крае до 8 марта, по-моему, проходит какая-то достаточно интересная акция, которая как раз-таки на охрану материнства и детства направлена, и девочки могут получить там какую-то помощь. Что это за акция? Да, акция называется «Репродуктивное здоровье будущих мам и пап». Она проходит в поликлиниках города. Естественно, флагманом выступают такие крупные детские поликлиники и больницы, как Краевая клиническая больница номер один. Это центр охраны материнства и детства, где по телефону регистратуры вы можете обратиться, записать ребенка, как мальчика, так и девочку, на прием, сказав слово «акция». Также это третья поликлиника, пятая поликлиника, поликлиника на Приходько и детская поликлиника на Черемухово-11. Дни акции с 27 февраля по 10 марта. В эти дни там будут работать и волонтеры-медики, которые будут оказывать не только помощь, ну и квалифицированную, так сказать, помощь консультативную. То есть куда обратиться, в каком возрасте, также проконсультируют, где какие специалисты, в каком учреждении находятся. Также бы хотелось отметить, что в этой акции принимает участие перинатальный центр. То есть вы можете записать ребенка в женскую консультацию перинатального центра. Только нужно будет сказать не слово «акция», а что вам нужно к детскому гинекологу, поскольку специализированный прием там ведет два доктора. Я, как заведующая консультация, и еще один у нас доктор имеет специализацию по детской гинекологии. Также можно обратиться в консультативно-диагностическое отделение на Можайской 1Б. Ну, в принципе, можно будет посмотреть информацию в телеграм-канале и на сайте перинатального центра. После эфира все это разместим, ну, чтобы напомнить еще пациентам, куда они могут обратиться. И все это бесплатно? Конечно, это все по полису ОМС. И бояться не нужно записываться в лечебные учреждения государственные, потому что на сегодняшний день запись всегда доступна, комфортно вы посетите по времени. Специально будет прием выделен, выделены часы приема, поэтому спокойно вы можете записать своих детей и сами записаться на определенный там профилактический прием в том числе. Надежда Николаевна, вот мы поговорили про девочек, тут понятно, а женщина все-таки уже молодая женщина, в принципе, женщина, да? Как часто должна посещать врача-гинеколога и какие обследования она должна проходить в обязательном порядке? Молодая женщина должна посещать гинеколога в лучшем случае один раз в 6 месяцев, но в обязательном порядке один раз в год. Тот минимальный стандарт или, как принято сейчас и современно говорит чек-лист обследования, сюда входит мазок цитологический, мазок на флору, кольпоскопия, УЗИ органов малого таза, соответственно, осмотр врача-акушера-гинеколога, который не только осмотрит на гинекологическом кресле, но еще пропальпирует молочные железы. И на основании всех данных будет заключение специалиста, насколько требуется ли еще дополнительное обследование. И опять же, поскольку идет неделя репродуктивного здоровья, и в рамках не только этой недели, но, соответственно, в обязательном порядке, почему я сказала, что 18-45 лет репродуктивно, для моего понимания, я понимаю, что это с детского возраста надо, даже, может быть, внутриутробно уже надо следить за здоровьем малышей, потому как Александра Александровна детский гинеколог, еще специализация, да, у меня есть детский гинеколог, специализация, но, главное, не штатный у нас детский гинеколог. Я, конечно, большей части работаю со взрослым женским населением, поэтому, видимо, для меня более актуально 18-45, именно то репродуктивное здоровье с акцентом, так как я работаю в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, соответственно, видимо, у меня связано с этим акцентом на этот возраст. Мы говорим не только про молодых женщин, которые, и делаем акцент на молодых женщин, мы говорим про любой возраст. За своим здоровьем надо следить в любом возрасте. Соответственно, ограничения по приему, я точно так же говорю, один раз в шесть месяцев, почему? Потому что порой бывают такие заболевания, как онкологические, главное, чтобы их не пропустить, время диагностировать, своевременно направить к специалистам и не допустить таких серьезных заболеваний. Кроме всего прочего, ведь если мы возвращаемся, то, опять же, сейчас очень большое внимание уделяется репродуктивному здоровью как девочек, мальчиков, молодых женщин, молодых мужчин. Мы говорим о будущем поколения. И, опять же, крайне важно планирование беременности или прегравидарная подготовка, которая включает перечень обследований, который поможет врач-акушер-гинеколог в любой женской консультации. На сегодняшний день я поддержу Александру Александровну. Это настолько доступно, это настолько современно в нашем Приморском крае, и каких-либо сложностей не возникает по записи. Главное, чтобы было желание у наших пациентов, чтобы они своевременно обращались, не ленились, и было у них желание пройти такой осмотр. То есть, как поступает женщина в данном случае? Вот я, например, планирую беременность. Я прихожу и говорю, я планирую беременность. Что мы можем с вами сделать? Мне назначают список определенных обследований. Я их прохожу, и на фоне этого мы уже смотрим. Первый визит к кушер-гинекологу, потому как вы не врач, вы не знаете, какие ваши действия. Вам надо просто записаться на прием к врачу и сказать, что я планирую беременность. На что врач ответит вам необходимым обследованием, порекомендует вам в обязательном порядке фолиевую кислоту в профилактической дозировочке и вам, и мужу, и препараты йода, которые необходимо принимать как минимум за три месяца до планирования беременности. Ну и, соответственно, пройдете то необходимое обследование, что будет подтверждать, что вы готовы. Ну вот смотрите, препараты йода, например. Ко всем же подходы индивидуальные. Вот мне, например, нельзя препараты йода принимать. Значит, вы будете принимать фолиевую кислоту. Или витаминный комплекс, который тоже не исключен. А что хотели добавить? Да, я хотела добавить, что это еще раз подтверждает слова Надежды Николаевны, что первое, что вы должны сделать, это записаться на прием к специалисту. А не просто прочитать в интернете, что такое предгравидарная подготовка и начинать выполнять все переджиные рекомендации. Поэтому только специалист квалифицированный может определить, что вам можно, вы же будете говорить об этом. Он вас спросит, на что есть аллергия и так далее. То есть это как бы элементарные вещи, которые спрашивает специалист на приеме. Потому что я хотела бы сказать, именно планирование беременности заранее порой бывает так, как беременная уже становится на учет. И то, что можно было бы решить на этапе планирования, уже невозможно. И, соответственно, это риски с рождением ребенка с какими-либо заболеваниями, возможно. Это сама беременность протекает не совсем всегда благополучно. Это риски высокие. Для того, чтобы избежать, необходимо все-таки заботиться заблаговременно. Ну, а если уже случилось, вот есть какие-то уже хронические заболевания накопленные, я не знаю, ну там, ну, как-то жизнь так вот сложилась, да, что имеются уже какие-то проблемы со здоровьем. Ну, что же теперь делать, не рожать, что ли, или как? Нет, обязательно для этого и существует планирование беременности. Ведь мы понимаем, что имеются хронические заболевания с детского возраста, которые переходят уже в более взрослую жизнь. Следовательно, специалисты, которые дополнительно с учетом заболевания проконсультируют, и также вас, то есть проконсультируют и напишут вам заключение, что беременность вам не противопоказана. А если имеется то заболевание, которое требует коррекции, вам будет рекомендована та профилактическая дозировка лекарственных препаратов, которая не навредит во время беременности. Ну, то есть все это решаемо. Все решаемо. Все проблемы решаемо. Главное, главное родить. Это не значит, что если у вас хронические какие-либо заболевания имеющиеся, вам нельзя вынашивать ребенка. Нет, в обязательном порядке это не противоречие. Только вам специалисты помогут непосредственно во время беременности правильно питаться. Кратность посещения, возможно, будет несколько больше, чем, скажем, ежели у нормальной развивающей беременности. Беременные делятся по группам, соответственно, это уже акцент делает экшор-гинеколог, что именно высокого и среднего риска, то есть пациент беременный, требующий более, возможно, внимания и каких-то консультаций со стороны других специалистов. Александра Александровна, вот мне еще какой вопрос интересен. Не знаю, есть ли это сейчас, во времена наших мам, если рожали после 25, говорили старое первородящее такое? Да, вот такое. С одной стороны, не очень приятно, с другой стороны, ну, факт есть факт. Есть ли сейчас такие понятия? И во сколько лет сейчас наши жительницы Владивостока в основном планируют роды? Ну, как заведующая женская консультация, мы, конечно же, ведем такую статистику, ну, ни в коем случае не делаем акцент именно, не пишем в карте старая первородящая или еще когда-либо родящая женщина. У нас есть категория просто женщин высокого риска, которые относятся, к этой категории относятся женщины, рожающие уже после 30 лет, с определенной соматической, с заболеваниями, которые уже накопились, так сказать, до периода беременности. И сейчас в связи с поддержкой, государственной поддержкой, да, там, на рождение второго, третьего ребенка, беременные за 30 – это основная категория стоящих на учете в женской консультации. Как и сейчас участилось количество молодых мамочек, которые все-таки решаются, благодаря вот государственной поддержке, все-таки решаются на первого ребенка, так скажем, в 20 с хвостиком лет. И еще раз вот поддержу Надежду Николаевну, ни в коем случае не нужно бояться. То есть если вы забеременели, мы всегда вас рады видеть. Для этого в Приморском крае создан единственный перинатальный центр, в котором собраны специалисты. Вы можете получить помощь, начиная от предгравидарной подготовки и заканчивая после рождения малыша, вы можете этого же малыша наблюдать в перинатальном центре. Созданы абсолютно все условия для акушерской, гинекологической помощи и неонатологической, педиатрической помощи. У нас открыты два отделения. Это вот отделение ЭКО, где Надежда Николаевна является заведующей, отделение генетики, еще очень большая лаборатория, в которую на сегодняшний день мы вошли в разные пилотные проекты по неонатальному скринингу. То есть все сейчас делается на то, чтобы даже женщина, так скажем, уже с таким багажом каких-то заболеваний пришла к беременности. Ну потому что мы живем в таком мире, мы откладываем беременность, потому что нам надо делать карьеру. Нам нужно мало ли других обстоятельств, социально-экономические условия и так далее. Не было таких условий еще 5 лет назад для рождения детей, имеется в виду экономических даже. Все это откладывается, и багаж копится из этих заболеваний, которым вы подходите к беременности. Бояться этого не нужно. Пришли в женскую консультацию перинатального центра. Собственно, для этого этот перинатальный центр создавался для ведения беременных высокой категории риска. И со всего края пациентки могут к нам обращаться, как в клинико-диагностическое отделение, в стационар нашего перинатального центра, в отделение ЭКО, это краевое отделение. То есть любая пациентка с края может туда обратиться для планирования беременности, либо для, так скажем, вспомогательных репродуктивных технологий. Поэтому на сегодняшний день любая женщина может не бояться беременеть и вынашивать ребенка. Потому что на сегодняшний день технологий существует очень много, они сконцентрированы в перинатальном центре, и очень много сил специалистами вкладывается на свое образование, обучение. И главный врач Татьяна Юрьевна Курлеева, который является главным внештатным акушером-гинекологом Приморского края, она прилагает огромные усилия, чтобы мы всегда были как бы флагманом, всегда были впереди других родовспомогательных учреждений. Мы концентрируем на себе и пациенток высокого риска краевых. Это очень важно, потому что таким образом у нас и профилактика, мы же задел на будущее тоже. Женщина часто очень не хочет останавливаться на одной беременности, даже если она была сопряжена с высоким риском. И возвращается к нам для наблюдения за следующей. Надежда Николаевна, существуют вообще какие-то программы у нас в крае по планированию семьи, я не знаю, по репродуктивности какие-то, чтобы помочь женщине родить, чтобы, я не знаю, проверить мужик? На сегодняшний день у нас есть проект «Репродуктивное здоровье», в котором разработаны мероприятия как раз-таки по здоровью, по улучшению качества здоровья. Эти мероприятия у нас в крае проводятся уже второй год, и мы не заканчиваем работать над проектом, мы продолжаем работать, только усовершенствуемся, для того, чтобы как больше привлечь супружеских пар непосредственно к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек, как мы уже ранее говорили, от непосредственно здоровья, чтобы родители могли своевременно проводить обследование как девочек, так и мальчиков. Ведь у нас есть в крае очень замечательные поезда здоровья, поезда здоровья, которые по всему краю, квалифицированные специалисты, будь то педиатров, и включая детских специалистов, и взрослых специалистов, и акушерогинекологи, взрослые специалисты имеют в виду терапевты, офтальмологи, лор, акушерогинекологи, составят как и детские гинекологи. И все в общем-то в плановом порядке непосредственно, согласно графика, проводится обследование по всему краю. После всего этого, как только проведено обследование, вся информация уже по заключению рассматривается, выделяется группа риска, и, соответственно, далее уже работают с этими пациентами, которые требуют дополнительного какого-либо обследования. Я бы, наверное, опять же хотела бы еще остановиться на нашем перенетальном центре, потому как оно уникально, как уже было сказано, возглавляет Татьяна Юрьевна Курлеева, главный нештатный акушерогинеколог. У нас оно уникально еще тем, что у нас есть стационар дневного наблюдения, двух дней наблюдения беременные, которые могут со всего края по направлению врача-аккушера-гинеколога в определенные сроки беременности, это при постановке на учет, затем в 20 недель, затем в 30 недель, пройти полное обследование абсолютно бесплатно с всеми специалистами. Кроме всего этого еще, так как уже ранее было сказано про все другие отделения, я бы хотела сделать биоакцент на консультативно-диагностическом отделении по охране репродукции, где пациентка из края по направлению врача-аккушера-гинеколога может пройти полное обследование как при подготовке к программе ЭКО, пройти обследование лечения по бесплодию, по невынашиванию, и это отделение существует уже с момента открытия перентального центра. Как уже было сказано, что открыто отделение вспомогательных и репродуктивных технологий, которые работают уже чуть больше года, где у нас успешно ведутся программы. Хотела бы сказать, что это перентальный центр, это государственное учреждение, где выделено очень достаточно большое количество программ. Нам хотелось бы, чтобы жители Приморского края, супружеские пары Приморского края знали об этом, что они могут по направлению первого на первое обратиться в клинико-диагностическое отделение на этап подготовки, и по полюсу ОМС абсолютно бесплатно. И далее уже после того, как существует комиссия, которая работает раз в неделю по отбору пациентов на ЭКО, и далее эти пациенты к нам направляются в отделение, где мы успешно проводим программы. Чем старше возраст, тем успех рождения малыша становится сложнее. Чем раньше возраст супружеская пара, тем успех рождения ребёночка возможен в большем количестве, в большем процентном соотношении. Я правильно понимаю, что в перинатальном центре совершенно спокойно можно выполнить процедуру ЭКО, пройти обследование бесплатно, которое проходится перед процедурой ЭКО, и саму. То есть есть квоты, как я понимаю, или что-то на проведение этой процедуры? Абсолютно. Самое любопытное, что когда я проводила статистику за 2002 год, я выяснила, что не то, что там, скажем, какая-либо часть наших женщин, а это большая часть не знает о том, что именно в клинико-диагностическом отделении можно пройти полностью бесплатное обследование по жалобам, именно по бесплодию, выяснению причины, лечению. А ведь порой бывает, когда пара решается уже на рождение ребёнка, проходит год, два, три, четыре, авариальный резерв уже снижается, уже есть сложности, и можно сказать, что время упущено. Потому как не все, скажем, информированы, обращаются в частные клиники, обращаются на длительный период времени уходят, а когда уже приходят к квалифицированным специалистам, то порой бывает уже и поздно. Поэтому я бы хотела обратиться к нашим супружеским парам, если всё-таки решили планирование беременности уже сейчас. Да, мы говорим, что планирование беременности уже у нас за 30 лет, а порой бывает 35 лет, а порой бывает даже за 40 лет. Уже только начинают планировать беременность, так как уже было сказано, что карьера сделана, всё имеется, достаток, и теперь вот не хватает только малыша, что называется, и рады. Но не всегда так получается. Если мы говорим, если в течение года до 35 лет, а после 35 лет, после 6 месяцев не наступает беременность, уже надо сразу же обращаться к квалифицированному специалисту. Не заниматься самолечением, не посещать интернет, потому как там не всякая информация полезна. Следовательно, правильно было бы тут же обратиться к специалисту, где в течение месяца, если это не эндокринологическая патология, 1-2 месяца выяснят причину. Если это решаемо, то, соответственно, порекомендует лечение наступить беременность. Если это уже невозможно, то он направит к нам в отделение ЭКО. Кроме этого, гинекологическое отделение выполняет все операции, которые возможны по гинекологии. Это и лапароскопия, тогда, когда клиника диагностического отделения направляет, допустим, посмотреть, какая-то всё-таки обстановка, почему наступает беременность. Также это наше отделение в нашем периментальном центре, это всё возможно. Ну, то есть, в принципе, от и до женщины проведут. Кроме всего прочего, мы непосредственно, когда уже беременность наступила, мы сопровождаем эту беременность. Если это удобно, если это край, то мы можем проконсультировать её дистанционно. Если удобно приехать к нам, непосредственно проконсультировать в отделение, мы также консультируем своих беременных после ЭКО. А долго ли пари, прошедшие обследование, ждать поступления в программу? Очень хороший вопрос. Я хотела бы его, в принципе, затронуть. На сегодняшний день в некоторых клиниках существует очередь. У нас этой очереди нет. Непосредственно, как только комиссия, которая существует у нас по отбору пациентов, программу ЭКО, заседание комиссии проходит по вторникам, один раз в неделю, мы тут же оповещаем пациента о том, что комиссия одобрена. Мы приглашаем, единственное, что мы приглашаем за 7 дней до вступления в программу, потому как иногда бывает, анализы уже несколько срок годности проходят их. Следовательно, мы их консультируем, какие-либо анализы необходимо сдаём. И как только наступает цикл, нам звонят, и мы вступаем в программу. У нас нет никакой очереди. Пожалуйста, приходите. На сегодняшний день программ настолько достаточно. Абсолютно всем хватит. И на сегодняшний день работают в отделении репродуктологи, квалифицированные, эмбриологи, квалифицированные. Поэтому мы вас ждём, и с удовольствием будем вас сопровождать, консультировать и помогать. Александра Александровна, я так понимаю, что нет никаких проблем с тем, чтобы попасть женщине в ту же женскую консультацию при перинатальном центре и дальше уже взаимодействовать. Как в обычной поликлинике? Приходите, прикрепляетесь и всё? Это всё, да. Во-первых, хочу напомнить, что женщина может выбрать женскую консультацию, естественно, по своему желанию. Мы относимся к той категории оказания помощи, которую раз в год выбираем. Поэтому, ну, по факту, в принципе, если у женщины есть показания для наблюдения в перинатальном центре, мы никогда и не откажем в прикреплении. И хотелось бы напомнить женщинам о том, что на сегодняшний день запись доступна разными способами в женскую консультацию. Это госуслуги, ролики, как записаться, если у кого-то затруднения возникают, размещены и на сайте, и в Телеграм-канале. И можно записаться через портал регистраторов Единый. Можно через информаты, которые находятся в любой поликлинике города. Также через госуслуги, через любое мобильное устройство. И позвонить по телефону в регистратуру. Запись доступна. Вы можете попасть практически в день обращения. Всё будет зависеть от того, с каким запросом вы обращаетесь. Либо с постановкой на учёт, либо с проблемой по гинекологии. Ну, что тогда можете пожелать тем парам? Я хотела бы ещё немножечко добавить, если можно. Добавьте. У нас существует Телеграм, где все самые последние новости, какие-то изменения, какие-то технологии, всё оповещается в Телеграме. Поэтому мы можем предложить нашим пациенткам, пациентам подписываться, изучать эту информацию, быть с нами всегда, задавать какие-то вопросы необходимые. При необходимости, опять же, про своё отделение, если возникают вопросы, и пока пациенты не знают, как себя вести, и такие пары бывают, пожалуйста, мы вас ждём. Независимо, что если у вас даже ещё не одобрена, скажем, программа ЭКО, мы в любом случае вас проконсультируем. Телефон ниже будет предоставлен. И мы с удовольствием всегда на связи и ждём. Ну, теперь пожелания. Тем парам, которые собираются вступить в беременность. Быть здоровыми, любимыми, так как у нас отделение ЭКО. Всё-таки, чтобы было счастье полное в семье, чтобы за детое рождение, чтобы это был не один ребёночек, а три ребёночка, потому как мы за многодетную семью. Ну, если это позволительно, конечно. Ну, самое главное, наверное, это здоровье. Да, и как вы правильно, Юля, заметили, что репродуктивное здоровье чаще ассоциируется с женщинами. Хотелось бы пожелать парам, которые планируют беременность, конечно же, здоровья, чтобы вы прислушивались друг к другу, не отмахивались от каких-то проблем друг друга, вовремя обращались к специалистам, потому что проблема семьи – это проблема не одного человека, а двух обычно. И, конечно же, родителям пожелать того, чтобы они всё-таки следили и вовремя обращались, следили за здоровьем своих малышей и вовремя обращались к специалистам, либо к акушерам-гинекологам, либо к андрологам, если такие проблемы у детей возникают. Ну что, спасибо за то, что, главное, стоите на страже нашего материнства и детства. Спасибо вам. Мы всех ждем. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о репродуктивном здоровье. В гостях у нас были Надежда Долгополова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Приморского края и заведующая женской консультацией перинатального центра Александра Шалагина. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин